От эффективной работы и профессионализма специалистов Россети Московский регион зависит бесперебойная работа объектов промышленной и социальной инфраструктуры, а также комфорт и благополучие граждан. Компания принимает на свой баланс электросетевое имущество, принадлежащее садоводческим товариществам и коттеджным поселкам. Что важно, передача электросетевого имущества происходит по добровольному согласию самих собственников. Садоводы Подмосковья все больше понимают пользу и эффективность передачи электросетевого имущества в руки специалистов, ведь после этого можно не беспокоиться о техническом обслуживании и ремонте. Так, жители садового некоммерческого товарищества здоровья вблизи поселка Свердловский подписали договор с восточными электрическими сетями, филиалом компании Россети Московский регион и остались довольны. Уже прошло два года, как мы обратились в восточные электросети и с их помощью провели консолидацию. С тех пор обслуживание электросетей в нашем СНТ очень изменилось. Практически в нашей обязанности осталась только замена ламп уличного освещения. Ремонт электросетей – это все теперь выполняют сотрудники восточных электрических сетей. Садовые товарищества и коттеджные поселки в Московской области, которые еще не передали свои объекты на баланс компании, часто сталкиваются с такими проблемами, как повреждение опор, обрывы проводов и отключение электроснабжения. Главные причины этого – изношенное оборудование и бесхозные ветхие сети, которые нуждаются в постоянном обслуживании. При заключении договора с компанией Россети Московский регион обо всех этих трудностях можно забыть. В зону обслуживания ее восточного филиала входят 11 городских округов Восточного Подмосковья, в том числе Щелково и Лосино-Петровский. На данный момент на их территории уже передали электросетевое имущество более 130 садоводческих товариществ. После заключения договора в СНТ проводится обследование сетей, и если их техническое состояние не соответствует нормам и правилам устройства электроустановок, энергообъекты этого садового товарищества включаются в инвестиционную программу ремонтов. На 2022-2023 год в эту программу уже вошло 15 СНТ. В числе них и СНТ-здоровье. В данном СНТ будет проведена реконструкция воздушной линии 0,4 кВт и двух трансформаторных подстанций. Будут заменены все опоры, на которые запрещен подъем. Это шестигранные, восьмиугольные, деревянные и натянутый самонесущий изолирующий провод. Самонесущий изолированный провод имеет меньшее сопротивление и большую пропускную способность. Он очень надежный и устойчивый к повреждениям. Даже если на него упадет дерево, обрыв провода не случится. Стоит отметить, что компания Россети Московский регион в 2021 году приняла на баланс электросетевое имущество более тысячи подмосковных СНТ и коттеджных поселков. Всего в прошлом году под управление компанией перешли 2000 километров линий электропередачи и 627 трансформаторных подстанций.